здравствуйте друзья мы со светланой движемся местными дорогами и беседуем на тему заданную одним из наших зрителей и тема это в узкой формулировки которая там прозвучала она так звучит что вот если женщине там ближе к 30 и детей у нее нет и вот она хочет завести ребенка и вот правильнее рожать пока еще там не устроилась но видимо речь идет об миграция приехала в новую страну еще толком не устроилась и вот сейчас родить когда медицинские расходы связанные с беременностью там как-то минимальный либо когда ты уже уступил через несколько лет когда ты уже устроился и вот кого ты больше платишь на другой страны вот как больше получается вот как как быть как быть и я давайте вот в контексте заданного вопроса я бы вот что сказал что вот для людей скажем нашего поколения знаете тревожно видеть кого-то кто там уже к 30 нику допустим и детей нет и я с одной стороны вижу очень много сейчас этого не у нас тут студенты в школе очень много девчонок потрясающе вот примерно вот в этом же положении но все равно тревожно потому что вот мы например когда заканчивали институт ну сколько там людям когда они заканчивались тут 21 22 года это много было девчонок не замужем к моменту окончания студии читаешь у нас группа основной девчонки да что все равно немного немного практически все вышли замуж сразу после окончания института а были такие что вот теперь деток уже заводили еще в институте то есть это было достаточно массу у нас вот со светой родилась дочь я уже работал первый год она почти закончила институт вот она заканчивал где-то в мае в июне а в марте у нас родился ребенок когда не брала академку да так уже там что там ну да и вот в этом дипломе было да и в нашем поколении это было настолько нормально вот что сейчас конечно мы когда на это смотрим я понимаю что карьера появилась возможность карьеры в наше время что те 22 что тебе 35 никакой разницы не было в том смысле что там да но это значит это общая тенденция я читала статистику и американскую как раз вот недавно разговаривали с кем-то что американцы тоже заводят детей после 30 очевидно это тоже а ты читала статистику что в америке каждая третья женщина там после 30 или что там не знаю имеет проблему с тем чтобы родить ребенка это тоже имеет место быть и это связано наверное с тем что они принимают какие-то противозачаточные да и я не знаю например у мексиканцев нет такой проблемы или если есть то она как бы в молодости вообще все функции организма работают я скажу что разница между возрастом 20 лет и 30 лет большая конечно с точки зрения здоровья конечно это очень большая разница выносить этого ребенка я помню знаешь что вот у нас там 24 года там кто-то пошел рожать и там в карты медицины было написано старо родящие светик я так я так помню ребята которые смотрят они нам откомментируют значит хорошо давай я вижу людей в америке очень успешно очень с точки зрения карьеры и и давно они туда не то чтобы вчера приехали их конкретно интересует там расходы связанные с рождением ребенка нет но их 33 рожают и в 34 рожают первого я знаю людей которые еще у них нет детей может от 37 38 они еще думают что они еще родят ребенка я таких тоже вижу нет но дело в том что для женщины конечно есть такое понятие у женщин как биологические часы помимо всего прочего обещали смысл материальных ресурсов и так далее у женщины наступает возраст когда ей просто хочется иметь этот ребенок она начинает пускать слюни на всех детей вокруг и у мужиков такой и просто очень хочется и поэтому если этот период пропустить как ни странно этот период физиологически связан со здоровьем со способностью выносить этого ребенка и так далее и тому подобное а то наступает период когда ты думаешь ну а чего я буду уже это самый ребенок это не так легко знаешь что с ребенок это сложно я вот тебе напомню историю значит как ты будучи студенткой там не знаю третьего курса зашла в деканат и там была девочка которая в положении и она оформляла академку и девочка была на пятом курсе и ты ей говоришь бой говорит говоришь ты что же вы так не вовремя она тебе говорит ребенок всегда вовремя сегодня ты как к этому относишься ну понимаешь как оформление академки совершенно другая история да я не могу сказать ребенок не вовремя но если складываются условия нужно брать академку нужно брать академку на поте по тем нашим мыслям да это лишнее вот ты находишься в институте ты это шанс это никогда не закончишь шанс это никогда не закончишь нет но это были свои сложности тоже связанные с бытовыми опять же условия не об этом как ты относишься к тому что ребенок всегда вовремя сейчас безусловно ребенок должен быть желаем для того чтобы желанным нужно иметь безусловно какие-то условия для этого то есть смело брали в шалаше но если в шалаше появляется ребенок это конечно не так уж и есть люди которые все равно скажут что вот бог дал и значит так и надо же все люди разные всех разный темперамент всех разный характер все все воспринимают по разному да вот поэтому к кому-то и так хорошо другому и так нехорошо мое мнение тогда моё личное мнение такое что должна быть некоторые все-таки база какая-то да где этот ребенок будет расти то есть ты как-то планируешь соответственность конечно да и безусловно планирование ребенка да это является частью семейной жизни ты планируешь свои финансовые ресурсы материальные ресурсы где-то ребенка это не будет жить сколько ты времени можешь уделять это же тоже очень важный вопрос ты знаешь я слышал такую точку зрения что вот в каком бы то ни было состоянии материальном там устроенности всякое так далее вот у тебя появляется ребенок да и казалось бы вот тебе нет места нет нет места где ему жить нет места нет денег чтобы его кормить там и так далее но у тебя появляется ребенок и находится послушай конечно и сейчас все все жили довольно тогда бедно скутно и в этой комнате в четвером жили и рожали детей это все мило место быть и не сказать даже что эти дети выросли какими-то нечастливыми и так далее но здесь вот в нашем суровом мире сегодняшней действительности когда все-таки нужно семью кормить и содержать и так далее все это довольно таки дорого нужно понимать вообще на какие деньги это все будет осуществляться и сколько времени мама сможет проводить с ребенком хорошо востребованная работа этих тогда получается что раньше тридцатник вообще не родишь а что вот в 21 год или там 22 года чего она себе там соображает как она будет содержать ребенка где он будет жить сама ребенок знакомая среди молодого поколения наших друзей уже их детей которые уже хорошо устроены у которых уже все есть и карьера есть и дом у них есть они все равно не заводят детей поэтому это же вопрос другой да по есть люди у них целая теория что не нужно дать что не нужно детей я скажу так что дети это конечно очень сложный вопрос и трудно воспитать ребенка и хочется придать ему все самое хорошее дети безусловно наполняют таким содержанием который ниоткуда невозможно заменить за ничем и те люди которые сознательно решают что они хотят прожить детей они очень во многом себя обделяют хотя кажется что они хотят себя побаловать и в общем то есть некоторые нечестности по сравнить по отношению к женщин мужчина если ему бабахнет он и в 50 лет может завести детей женщина 50 не может понимаешь то есть вот они живут вместе и он ей говорит зачем нам дети у нас все хорошо до сюда понимаешь а потом наступает момент эти фертильность она же ограниченного времени и все и я я вот как уже чек доживший там ну мне не хочется 60 я не верю что сидит на вас до сидит вот вот наступает момент когда ты понимаешь что то что тебе было важно там в 30 и даже в 40 там или что-то когда ты чуть чуть больше нет и ты вдруг ваша такая ерунда и вот если бы вот не не вот дети да а сейчас уже внуки так вообще зря жизнь прожил ничего не осталось пустое место этим хочется оставить свой след и очень многие люди кроме как оставить след через детей у них не предоставляется такая счастливая возможность жизни как оставить еще какой-то след ночи на гердите тихие работать на скромной работе и так далее но вот дети это именно то что они ставят после себя и человеку очень важно оставить что-то после себя в особенности когда становишься старше начинаешь это понимать что ты вот вот это кусочек тебя который остается мы все уйдем а что-то остается я бы честно сказать не сводил бы это к тому что хочется чтобы после тебя что-то осталось это это потребность человек он для себя это делает а не для того чтобы кому-то что-то потом осталось и силу ему надо ему это надо но ему очень важно осознание того что вот эта частичка его и это часть это дорогого стоит . такой вопрос давай мы возвращаясь в русло вопросы с точки зрения например вот эмиграция начальная стадия эмиграции и заведение деток вот смотри вот мы с тобой приехали мне было почти 35 тебе было почти 34 вот такая примерность мы вполне могли бы по возрасту завести бы ребенка если бы мы приехали скажем когда на три на четыре раньше то может быть даже мы бы второго ребенка завели потому что мы боже более устроены и . у нас была такая ситуация что мы приехали да не было ни интернета ничего понятия не имели чем заниматься приехали вот так вот даже окунулись как на глубокое место глубокое место и нужно было выныривать и это выныривание оно сопряжено с очень большим стрессом правда и люди на которые с нами вместе приехали было две категории людей одни которые нырнули сразу и сказали я буду это кувыркаться там и выныривать да другие говорят а чё тут ничего там кривая вынесет заведу-ка я детей ищу в это время были люди расширить и те и другие не пропали скажем так поэтому имеет место быть и такая линия поведения и другая и тут уж человек выбирает что ему ближе нам в тот момент было важнее вот выживать у нас был ребенок и нам нужно было выживать и обеспечивать и мы для себя сформулировать задачи таким образом поскольку на выход на уровень какого-то такого разумного самообеспечения ушло года три может быть даже и четыре то получается что мы уже были к сороковнику и мы знаем людей которые в сороковник завладели детей опять же это вопрос но я желание тех самых биологических часов так мне не хотелось уже в сорок лет начинать линка мочал у нас уже в калусе девочка пошло да чтобы заново все это проходить то есть срок прошел вот часы протекали почему я и говорю что этот период пока они тикают нужно его ловить они протекали все время ушло уже нет желания снова окунаться довольно сложные процессы и физически для женщины и материальной и духовных ресурсов требует больших я хочу знать что сказать вот все таки есть колоссальный плюс того что детки у тебя рано появляются ну там скажем 22-23 года и когда тебе сороковник слушай а детка уже в университет пошла а те еще до пенсии там 27 28 лет и ты здоровенный молодой энергии полно всего полного зарабатываешь хорошо все твое время вот надо было нагуляться нагуляться потом заводить семью я как бы с этим вот с учетом прожитых лет могу не согласиться я считаю что мы не нагулялись молодости зато мы отгуливаем сейчас и что может быть прекраснее есть дети есть внуки и все замечательное и уже не так много обязанностей там не было возможности потом гулять знаешь тогда ты там 40 лет старик уже был ну дело же не в том что старик но там допустим выходишь на пенсию только жить начинаешь но я не знаю не хочется на пенсию честно значит все таки я хочу понять мы ответили женщине или нет даже она-то спрашивала про цену цену родов на процент процент настолько этот вопрос как бы вот есть глобальный вопрос когда заводите детей на глобальном говорили привязывать его какой-то цене это вот неправильно если все упирается только то есть желание есть возможности и так далее и только все упирается сцену нет вопроса ценой хочешь ребенка заводили и найдутся средства есть я только чего не понимаю вот если я например работаю я бы даже если работаю в овощном магазине за 10 долларов частом упаковываю что-то то там нет медицинской страховки которые покрывают рот я это понимаю сегодня с этим обама киром даже если ты работаешь у тебя денег недостаточно государство субсидирует тебе эту медицинскую страховку с этим а даже если без обама кир и у тебя вообще ни копейки нет и ты идешь и ты идешь в госпитале тебя бесплатно сопровождают лекарства дают и анали слушай вот нелегалов полно которые тут рожают и они под прекрасным медицинским обслуживанием что лучше с точки зрения оплаты для меня этот вопрос нет кощунственной потому что есть другие гораздо более серьезные вещи которые нужно рассматривать а это вопрос уже третичный то есть если нет денег на счет даже не старичная тоже если нет денег найдется кто заплатит организации какие-то фонды страховка и так далее если есть деньги опять же платят страховка если старше стран поэтому это настолько вопрос неправильная постановка вопрос ну на самом деле там должен быть еще супруг да соответственно они должны зарабатывать чтобы у них было где жить там что кушать может быть у них там уже еще один ребенок есть и они должны соображать им нужен какой-то минимум зарабатывать чтобы выживать добавляются планирование но ни в коем случае это не сразу именно с ценой на деторождение я был этот вопрос я вообще не рассматривала цену на деторождение что лучше ухватить у государства сейчас кусок или потом уже там самим что-то оплатить вот это неправильно для многих людей это вопрос актуальный свет а вот что ты скажешь про стоимость вот мы знаем что есть как это жуткая стоимость рождение ребенка когда вот как бы сама по себе не получается да вот люди они ходят тут есть такие организации называется blend пэрэнт ход да да они там там есть раз подсаживаете подсаживают и клетку вот вот эти сервис я знаю десятки тысяч тратили и суррогатная материнство сейчас но дороги там типа и тысячи туда ну в общем пока детки рожают надо рожать деток потому что я в стороннем усилителя вы знаете что я вам скажу такой случай это экстрим конечно но все-таки вот у нас работает женщина в школе и у нее муж в стенфордском университете в госпитале он хирург он вытаскивает сохраняет жизнь детям которые не доношены преждевременно рожденные дети они сейчас там буквально чуть не из 23 недели их там спасают выхожу и да и и она как-то ждала его там надо было захватить подхватить там и 15 минут просидела в предбанничке в офисе его и она ведь вот посиди там 15 минут вообще всю свою жизнь по другому понимать начнешь когда услышать какие людей проблемы вот поэтому я хочу сказать что по сравнению с проблемой например что люди хотят ребенка и не могут родить эти проблема значит родить раньше или родить позже продать родить подешевле родить подороже и так далее так и ерунда это главное здоровье ребенка это все очень-очень непростые вещи то есть может быть гораздо больше всяких осложнений с этим связано и тяжело просто физически тяжело ну в общем ребята мы за то что были детки чтобы деток было побольше вот единственная вещь который я бы в нашей жизни изменил вот если мог бы обратно как-то отмотать вот я бы больше деток ну так уж вышло значит поэтому мы как бы очень за деток и в 28 и в 30 и в 32 и в любом возрасте и в 19 тоже я я не вижу в этом ничего плохого у нас есть студента я сейчас редко стало у меня есть девчонки вот там смотришь там 20 21 и там есть 21 год и вот здесь девочка у него ребеночка уже там полгодика она пришла учиться и я ее мужу говоря муж или 35 я бы слушать я такая сладкая девочка какой такой прямо ребенок он как миша году у нее самой ребенок я все равно ребенок ну что такое но а он не понимает еще вот поэтому мы мы очень за деток так что ребята рожайте сплотитесь и размножайтесь с к такси словами классика хорошо счастливо все это сделаем числе